Всем огромный привет! С вами снова Анна Камлевская. Сегодня я посетила кафешечку, ресторанчик, веганско-сыроедческий вкус и цвет, который находится на дизайн-заводе Флакон. И я попала в такую пересменку меню. В общем, старого меню больше нет. Буквально через где-то 7 дней появится новое. А пока будем тестировать 7 блюд, которые есть на данный момент в меню. И поскольку нет основного меню, для меня это будет хорошей помощью. Куда вернуться и попробовать уже блюдо из основного меню. Возможно, возьму с собой мужа и друзей. И давайте покажу, что мне уже принесли и что я заказала. Итак, это суп из цветной капусты. К нему мне принесли вот такую жидкость, теплая мензурочка. Я решила сама себе это все вылить. Значит, вот поднесли уже. Сейчас я посмотрю точно, как это называется. Это называется Бурате сюрприз. Теплый салат из кино. Тра-та-та-та-тан. В общем, не знаю, понравится или нет. И чаек. Чаек, там, маракуйя и что-то еще. С памятью большие проблемы. Значит, чай, маракуйя, апельсин. В общем, буду сейчас все это пробовать. И, наверное, еще соблазнюсь на десерт. Ну что, давайте заливать. Не знаю, как это делать правильно, честно говоря. Ну, в общем, это даже не помещается. То есть, даже еще осталось. Ну, в общем, цвет меня этот, конечно же, поразил. Сейчас попробую и дальше вам отчитаюсь, насколько это вкусно. Ну что же, испробовала я супчик. Значит, овощи. Было ощущение, что реально, ну, либо сырые, либо прям практически не проваренные. Вот это здесь я даже не знаю, что. Какие там красные частички. По бульончику довольно занятный и отчетливый вкус кокоса. То есть, он, в принципе, на кокосовом молоке основа. Я поняла, что все-таки для меня кокос – это не суперкрутой продукт. Вот я даже не доела. И здесь у меня в мензурочке еще вот, представьте, сколько осталось. Ну, желания нету есть. Но если вы любите кокос, вам очень понравится, 100%. То есть, это чисто такой вкусовой момент. Ну, кто-то любит брокколи, кто-то нет. Я брокколи обожаю. Могу сырую съесть, вареную, пареную, жареную, кто угодно. Но в целом, даже вот вы знаете, съев там несколько кусочков этих овощей и выпив не весь бульон, мне кажется, я уже наелась. То есть, достаточно сытно, несмотря на то, что, казалось бы, всего несколько там капустинок. Это, видимо, бульон от кокоса, достаточно жирный и сытный. Вот, тут. Хорошо. Сейчас буду пробовать теплый салат. Надеюсь, он у меня не остыл, пока я тут сидела. В общем, вот это вот какой-то мусс из тофы. Мне безумно интересно это попробовать. Я даже сейчас сделаю это на камеру, что невероятно. Легкий вкус практически отсутствует. В общем, конечно, еда очень своеобразная. Сейчас будем пробовать дальше. Достаточно вкусно. Мне кажется, тут какие-то, в общем, очень вкусно. Реально. Даже какой-то, смотрите, цветочек положили. Его я есть не буду. Да. Определенно мне это нравится. Причем какой-то даже вкус немножко мясной. Не знаю, вот эта вот какая-то штука. Наверное, это грибы какие-то. Они достаточно вкусные. В общем, да. Зачетное блюдо. Прям пятерку можно ставить. Мне очень нравится. И я даже думаю заказать еще один салатик, честно говоря. Чтобы уж все тут испробовать. А пока буду это все съедать. Я же состою в обществе чистых тарелок. Поэтому, в общем, сейчас все это съем. В общем, блюдо, которое называется Burato Surprise, Реально очень-очень крутое. Мне прям очень понравилось. Оно сытное, необычное. То есть, ну, дома такого я точно себе не приготовлю. Поэтому рекомендую к употреблению это блюдо. И сейчас думаю взять, на самом деле, еще салат по винегретам. Потому что десерт, что мне очень хочется, что чай такой вкусный. Он реально как десерт. Здесь маракуйя, апельсинчик. Я уже вот попробовала, в чашечку налила. Мне нравится такой домашний формат чашечки. И вообще, смотрите, очень такое классное, занятное кафе. Интересное, миленькое. Столиков немного. И сейчас такое время. Сколько, кстати, времени? 15.33. Такая своеобразная пересменка. Видимо, кто пообедать хотел, уже пообедали. Кто ужинать, еще не пришли. Обожаю в это время кушать. Никого нет. Вот. И десерт не очень мне что-то хочется. Наверное, возьму вот этот салат, чтобы уже, ну, как-нибудь-то три блюда попробовать и сделать свое заключение. Но, опять-таки, я сюда обязательно вернусь для того, чтобы попробовать уже на такое основное меню. Итак, смотрите. Три блюда. У меня вышло и чай на 1358 рублей. Здесь вот скидка по карте Вегетариан 5%. А так было бы на полторы тысячи. И на самом деле, я вот винегрет взяла, потому что просто хочу попробовать. По сути, я наелась уже. То есть, это уже так, лишнее. И сейчас я буду писать здесь отзыв. Вот, кстати говоря, название кафешечки. Напишу. Мне, в общем-то, не жалко. Наоборот, очень приятно будет. Вот и прекрасный винегретик. Салат по винегретим. Сейчас буду его пробовать и поделюсь впечатлениями. На вид очень и очень красивенький. В общем, ребята, этот салат по винегретим это что-то невероятное. В общем, несмотря на то, что я была уже безумно сытая, я съела его весь. Он очень вкусный. И когда я приду сюда в следующий раз, я обязательно опять его возьму, потому что реально очень вкусно. Свежие продукты все. Очень сочный. Необычный такой какой-то легкий, свежий вкус. В общем, и порция вроде выглядит, ну, не очень большой, но на самом деле ее прям, ну, вот, хватит. Ну, не меньше это, чем в каких-то обычных кафешках. Салат. То есть, мне кажется, особо кто, ну, не любит обжорством заниматься, так как я, это вообще можно наесться этим салатиком. Почему он нереально крутой, очень вкусный. Рекомендую посетить это заведение. Чай тоже вкусный. Все, ну, как бы, на высоте. Поэтому приходите на дизайн-завод «Флакон». Вкусный цвет. Соответственно, контакты все я оставлю под видео. Ну, в общем, надеюсь, вам было со мной интересно и вкусно. Спасибо.